Проблемой заброшенных зданий всерьез озадачился Аким Западноказахстанского власти Галей Скалиев. По его указанию была создана специальная комиссия, занимающаяся проверкой бесхозных объектов архитектуры. На сегодняшний день таких в Уральске насчитывается 28. Это ветхие либо недостроенные здания, которые простаивают долгие годы. К примеру, здание этого недостроенного многоэтажного дома уже более 10 лет в таком виде позади городского Акимата. С его собственниками идут затянувшиеся судебные тяжбы. А это, оказавшееся бездействующим здание бывшей типографии, находится рядом с Акиматом убойсти. Здание типографии тоже стояло открытое. Тоже лица безопределенного места жительства там собирались. Да, криминогенная обстановка как бы ухудшается. После чего, после уведомления, собственник привел в соответствие, огородил все. Фасад привел в соответствие. Сейчас он решает вопрос, что он будет переделать, реконструировать это здание. Еще один недостроенный объект простаивает рядом с департаментом полиции. Во всех случаях, когда здание долго находится в бесхозном состоянии, необходимо проводить обследование на предмет безопасности. И даже тяжелое финансовое положение предпринимателя не дает права игнорировать это правило. Владельцам таких зданий рекомендуется установить ограждение, поставить охрану и ограничить доступ к объектам. В основном мы работаем на безопасность граждан. Так как мы не можем обязать собственника застроить его. Почему? Потому что это частная собственность. Собственник ориентируется на свои финансовые возможности. Но его никто не освобождал от нормативов и его обязанностей, которые он должен собрать. И если даже он приостанавливает строительно-монтажные работы на определенный долг, или свыше шести месяцев, он обязан провести консервацию. Во многих случаях эти здания даже не имеют документов. Или имеют несколько собственников, найти которых оказывается непросто. За моей спиной здание бывшего мясокомбината. Будучи некогда крупным производственным объектом, сегодня это излюбленное место для устрашающих фотосессий и сборища сомнительных лиц. Мало того, что этот объект имеет неэстетичный, а отвратительный вид, оно еще является и потенциально опасным. Старые плиты могут трухнуть в любой момент. Кстати, обрушение плит уже было зафиксировано в одном из заброшенных цехов бывшего завода «Омега». Это место не раз выбиралось для проведения учений спасателями ЧАЭС. Именно на таких объектах часто происходят и пожары. Бывшее здание «Омега» состоит из семи корпусов. Мы уже установили часть собственников. И вот здесь есть два здания. Оно принадлежит ТО «Ильяс и Ка». Эта компания не местная. У нас по данным очень много филиалов. Есть филиал «Матрау», зарегистрировано в Астане, в Нурсултане. На данный момент ни одно обращение, ни одно извещение не было ответа. На сегодня удалось сдвинуть с мертвой точки работу по 13 заброшенным объектам. Тем, кто не выполняет обязательства, могут ограничить предпринимательскую деятельность. Марина Горбук, Наруан Кунажев, Рустам Джумажев, ТДК-42.